Галина узнала о своем диагнозе рак молочной железы совершенно случайно. На одном из плановых осмотров в районной поликлинике врач обнаружил, что у женщины появилось небольшое уплотнение в груди. Галина Алексеевна решила не затягивать с лечением и согласилась на операцию. Это такое заболевание, которое никогда не беспокоит, пока что-то где-то не грянет. Оно не беспокоит, оно не болит, оно ничего, абсолютно. И только благодаря этому случаю я выявила себе вот такое. Галине предстоит пройти еще не один курс лечения. Но самое страшное уже позади. Прогнозы врачей оптимистичны. Онкологи считают, что это один из тех случаев, в котором рак был выявлен на ранней стадии и можно рассчитывать на полное выздоровление пациента. Когда заболевание обнаружится на ранней стадии, на первой-второй стадии, то мы можем стопроцентно вылечить этого пациента от рака. Конечно, когда приходят пациенты с третьей-четвертой стадии, это около 30%, то мы проводим только палеотивное лечение, которое продлевает жизнь. Радикального лечения мы провести не можем. Самыми неблагоприятными районами по росту онкологических заболеваний медики называют северный и восточный регионы страны. Онкологи констатируют, что рак молодеет. Каждый год в Амакинском институте педиатрии улучшение от раковых заболеваний проходит более 80 детей. Хотя еще 5 лет назад эта цифра была двое меньше. Второе место в Восточном Казахстане, причин может быть много. Но в том числе нельзя не отметить воздействие промышленных выбросов, промышленных предприятий, которые находятся в тех регионах, тот же Ускаменогорск, возьмите. Те крупные гиганты, которые стоят там, в Павлодаре, такие же предприятия. Нельзя не сказать, что Симпалатинский испытательный ядерный полигон прошел бесследно для жителей Восточного региона. Видимо, в Купе все эти факторы, они влияют. И, к сожалению, в долгосрочной перспективе они также будут влиять. О своем диагнозе Альфия узнала год назад. Но долго не хотела произносить слух это страшное слово. Любовь к близким и желание жить не позволили ей тянуть время. Она обратилась к специалистам. Пока Альфию обследуют и готовят к первому курсу лечения. Женщинам, мне кажется, не надо не бояться. Надо вовремя обследоваться и не падать духом. Как говорится, стремиться жить ради своей семьи, ради детей, ради, допустим, любимого, близких, которые тебя окружают. И приносить пользу. Если у тебя есть любимая работа, ты работай. Приноси добро. В 2014 году на профилактику и лечение рака в Казахстане выделено более 50 миллиардов тенге. Стоит отметить, что среди всех стран СНГ только в Казахстане весь курс лечения проводится бесплатно. Жена Таитенова, Осет Кундакпаев, телеканал Алматы. Казахстан